Квартирный вопрос испортил москвичей, а вот Туапсинцев едва не довел до могилы. В Причерноморском городке кипят страсти похлеще булгаковских. Из-за жилых квадратных метров людей похищают, держат в плену или просто выбрасывают на улицу. Все нити ведут к одному риэлтору, но у людей в погонах к ней вопросов нет. Зато не появились у моего коллеги Александра Леоненко. Там вот полтора месяца я провел. На улицу не выходил? На улицу я практически не выходил, я выходил на крыльцо. А дальше крыльца я никуда не выходил. Почему? Потому что я постоянно под контролем и ходить я практически не мог. И постоянно за мной следили, никуда не отпускали и постоянно я был в доме. Три года назад Евгений жил в Хрущевке на окраине Туапсе. Выпивал часто, за квартиру платил редко. Очень быстро долг за коммунальные услуги вырос до десятков тысяч. Поэтому когда в дверь постучали и представились милицией, он даже не удивился. С готовностью ответить по закону открыл дверь. Сказали, собирайся, поехали на 15 суток в милицию. Я собрался, стукнули по голове, посадили в машину, отвезли неизвестно куда. В темноте. Там открыли дверь, избили, положили. Утром я проснулся весь в синяках. В общем, короче, не 15 суток начали вымогать из меня расписки. Молодой человек утверждает, ему предложили почти классический выбор – квартира или жизнь. Чтобы остаться в живых, он должен был подписать документы о продаже своего жилья. Но Евгений медлил. Уверенности в том, что после сделки его не убьют, не было. Я находился там полтора месяца, в лену. Меня обкалывали уколами. Через неделю его отсутствия родственники забили тревогу. Двухнедельные поиски результата не принесли. Приемный отец Евгений говорит, что в милиции заявление о пропаже человека приняли, но действий никаких не предприняли. Позже выяснилось, полицейские знали, где он находится. Мы уже не веря никому, через знакомого милиции, капитана милиции, уже узнали, где он находится, кто похититель. Ветра Нуредина – это хозяйка вот этой тюрьмы. Пока родственники наводили справки, Евгению удалось сбежать. Сейчас он старается не появляться в ТОПСе. Уже третий год скрываюсь от них. Скрываетесь, боитесь? Да, боюсь, что преследования начнутся, угрозы. Ну, вплоть до того, что могут убить. Он неоднократно писал заявление в прокуратуру о том, что его похищали и выбивали расписки. Фамилии и адреса своих обидчиков готов в любое время предоставить следователям. Можете перечислить свою фамилию людей, которые, по вашему мнению, причастны к всему этому? Да, могу перечислить. Первое идет, ну, Лединова Ветрова Наталья, это одно лицо. Магулян Арсен, Дашков Иван. А потом присоединилась Бочарова Ирина. Однако уголовных дел пока нет. А между тем, квартиру все-таки отобрали. Сделка купли-продажи в суде признана состоявшейся, несмотря на то, что подпись в договоре Евгений не ставил. За него расписался кто-то другой. Мы нашли Наталью Ветрову. Это было несложно. Ее агентство недвижимости располагается в самом центре Туапсы. Именно эту женщину Евгения обвиняет в непосредственном участии в его похищении и организации черных риэлторских схем. К этой сделке я отношения не имею. Наталья убеждает нас, риэлтора обидеть может каждый, мол, наговаривают. Но мы выяснили, что у обиженного риэлтора неоднозначная репутация. Ветрова, Нурдинова и Глазиковска, это одно и то же лицо. Это мошенница одна и та же. Маргарита доверила подбор и покупку жилья риэлтору Ветровой еще 9 лет назад. Ее никто не пытал и не похищал. Деньги на новую квартиру она отдала добровольно. Но взамен не получила ничего. Сама у меня взяла деньги, 4 тысячи долларов. За комнату, якобы, хотела комнату купить у нее на звездной. Ни денег, ни комнаты уже нет. 9 лет. И она то одно время скрывается, то одно время обещала. Сейчас она вообще скрывается. В Аскехатамбековна, соседи называют ее тетя Алла, уже несколько лет воюет все с той же Ветровой. Не за свою жилплощадь. Говорит, ей пришлось вступиться за соседку. Когда она вдруг пропала, риэлторы объяснили тете Али, что пожилая женщина разменяла свой дом на комнату в общежитии с доплатой. Но уже через пару месяцев выяснилось, что никакой комнаты в общежитии не было. Все приходят, они в народе меня Аллой называют. Алла, Алла, вот ваша соседка лежит там в парке, нога загноила. Вот такие черви там ходят, ей кормили, как кошку, прохожие. Анну Григорьевну Полетаеву действительно обнаружили в парке. У нее был перелом голени и началась гангрена. Ногу спасти не удалось, вернуть жилье тоже не получается. Больная, без ноги, прописки, родственников, она стала постояльцем хосписа. Отстаивать свои права самостоятельно Анна Григорьевна не может физически. Ее интересы по доверенности представляют соседи. Пока безрезультатно. Сделку с домом Полетаевой сопровождала риэлтор Ветрова. Она уверяет, что и в этой истории претензий к ней быть не может. К слову, Туапсинский суд вот эту расписку посчитал достаточной для подтверждения законности сделки. Не нужно быть экспертом, чтобы сравнить подпись в паспорте Полетаевой с той, что выдают за ее автограф в расписке. Да и почерк в документах уж больно разнится. Бумажная война соседей Полетаевой со специалистами по недвижимости вышла за рамки пистолярного жанра. События стали развиваться, как в дешевых фильмах про мафию. Собаку бросили, красивую, черненькую. И я вижу людей убегают от нашего калитки, ворота. Там это я их знаю, ее сын и ее любовник Юрнов Андрей, который сегодня сидит за убийство в тюрьме. И через 15 минут собака вот здесь кричит, орет и вздыхает. Муж тети Аллы показывает свои съемки. Вот та самая собака. Мертвую ее отвезли на экспертизу. Эксперт заключил, животное погибло от сильнейшего яда. Потом мне в центре города сказали, когда я фотки хотела с телефона снять, будете продолжать дальше, будете как собака. Все это выдумки, говорит Ветрова. Все хотят меня очернить, мол, на себя бы посмотрели. Все это фигня. Сами они все это делали. Никто ничего не подкидывал. Вот что они делали. Когда я ремонт начала делать на этой сочинской, да, они везде взяли и понасрали. О большей части этих разборок Анна Григорьевна не знает. Она не тешит себя надеждами вернуть жилье. Но сегодня у нее свой маленький праздник. На улице потеплело, а тетя Алла с мужем привезли новую инвалидную коляску. Сегодня, впервые за полгода, Анна Григорьевна вышла на улицу. Александр Леоненко, Олег Перминов. Такая жизнь.